МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Необходимо сказать, что большинство из нарушений, которые установлены при проведении проверок сельскохозяйственных предприятий, это нарушения в области обращения с отходами. Горы органики, складируемых в неустановленных местах, в том числе иногда и в прибрежных полосах, это наиболее часто встречающиеся нарушения при проверке сельскохозяйственных объектов на территории всех районов области. Особная тема заховывания у непростосованных местах минеральных удобрениях. Нават не глядяши на немалый кошт, у некоторых господарках до их относятся не вельми биражлива. Некальки году тому такие удобрения подчас поводок часто трапляли у водоемы. Коли мерковать по относинах керовников господарок, такие факты регистровались б и зараз, але у вынику спякотного надворья уже некальки году весновых поводок на Гомишине просто нема. Хоть у поля зроку некоторых директоров не трапляюць не только пытанни на ведение парадку на земли, каля половы бытовых и вытворших помешканню сегодня не отповидают санитарным потребованиям. Существует душевая, но там только холодная вода. Горячая была когда-то, когда работала котельная. Поставили парогенератор и забыли провести душевую горячую воду. Поэтому такого плана тоже у нас существуют проблемы. Комнаты приема пищи не оборудованы, гардеробная где-то не до конца, средства индивидуальной защиты, спецодежда. За порушение природы охолного законодавства только в этом году до отказности протягнуты 820 супрацовников аграрного сектора, 150 зяких непосредственно керунники сельгаз-предприемства. На этом тыдне под особистый контроль ситуацию взял старшиня областного выканавчего комитета. Причим парадкам на земле придется займаться по усіх на керунках. За опошний тыдень, например, штрафы отрымали две господарки, где не проводились работы по знишении баршевика Сосновского. Тем нерадивым хозяевам, которые не вовремя, не своевременно и не в полном объеме выполняют все необходимые мероприятия, применяются мер административного воздействия. Такие факты есть по двум предприятиям, когда за непринятие мер предприятие, как виновное юридическое лицо, было привлечено к административной ответственности на сумму 100 базовых величин. Поколь гроши перелишить у бюджет непосредна господарка, але без протягнения до отказности не застанутся и керавники со специалистами. С посылки на отсутность сродков и необходимость выращать больше глобальные задачи в пытаниях наведения парадку на земле теперь приматься не будут. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомере пройшло посяджение Гомельского областного совета по працонных и социальных пытаниях. На парадку дня выники реализации трехбакового погоднения помеж Аблвы Конкамом, областным союзом наймальников и объединением профсоюзов за первые шесть месяцев 2016 года. Документы различены на ближайшие три годы. Подробязности в наступном материале. У состав совета выходят представники державных структур, от которых многое залежит у сферы обороны правоупрацующих. Подчас посяджения было подкреслено особистом. Проблемных пытаний у него мало. И задача совета не обыходить в острые углы, а на дворот шукать махчимые резервы и шляхи по лапшению становища. Среди проблемных темпы, меры заработной платы и пытания и свои часовые выплаты, захование потребования упрацованного законодавства, особливо подчас проведения оптимизации, а также о количестве, связанной с полной реализацией коллективных договоров по между наймальниками и работниками. Оборона экономичных и социальных интересов працующих прописана в пунктах трехбакового погоднения по межобластным выконаучным комитетам, областным союзам наймальников и объединением профсоюзов. Чем больше тесно налажено взаимодействие, тем больше поспехов у выращения на болелых пытаниях. Удалось сломать эту тенденцию увеличения количества работающих в неполном режиме рабочего времени. Эта цифра, если в прошлом году на этот период было порядка 131%, сегодня она порядка 94%. В целом я доволен в плане конструктивизма. Если говорить объективно, то, конечно же, в вопросах своевременности выплаты заработной платы, реальной заработной платы, соизмеряя ее с потребительской корзиной, конечно, многие вопросы требуют, так сказать, серьезной ответственной работы. У якости становочих прикладов суместной работы по межвертикальной уладе, союзам наймальников и областным объединением профсоюзов называются такие открытые акционерные товариства, как Гомельбудматериалы, Рышицкий метизный завод, Гомельшкло, Гомельский химичный завод. Там, где есть разумение и консолидация намагания у всех удельников процессу, там и выники ответные. Понимаете, где есть совместная работа предприятия, руководства и профсоюзного комитета, там многие вещи и многие проблемы, они не сглаживаются, они не ретушируются, они просто, в общем-то, при нормальном разъяснении, при нормальном подключении к этой теме, в общем-то, людей, чтобы люди владели этой темой, они многие проблемы уже в совершенно другом формате звучат и находят решение с учетом инициативы самой администрации. Наталья Игнатенко, Максим Савин, Яуген Макейн, Котелер, радиокомпания, Гомель. Личные дни застаются до святкования Дня белорусского письменства у Рогачеве. У райцентра завершают приготовление. Сирот взробленного, реконструкция центрального футбольного стадиона и двух городских парков. Бадая одним из самых значных объектов станет Дом книги имя Владимира Короткевича. И еще до официйного открытия установу наведаў Дмитрий Котау. Будынок, где разместився Дом книги, мая цікавую гисторую. С момента завершения будавництва в 1909 году тут знаходилася земская управа. Раз 15 годов – палац працы. У послевоенный шас при мешкании пешега поверха были пристосованы под кинотеатр, а поздней – под библиотеку. Все лето пасля проведеня капитального рамонту тут з'явіўся и магазин «Першацвет». Пакули он працуе ў тестовым рэжыме, аднак ёго супрацовники ўжу адзнашаюць вяліку ў тікаваці роджі харуў як Рогачоўскага, так і суседніх районов. Люди ўзнаўт, идут, нравится, гаврят, што магазина, у нас такого, ну, прям, ну, катастрофически не хватало. Вот, идут. Учителя, раўше все наши учителя ездили в Минск и в Гомель за літературой, каторая им нужна. Вот, сейчас ўсё ўсё ёсць на місце. У домі книги таксама будзе працаваць адзел для ёных чатачоў. Раўне ўнзнаходзіўся ў іншым будынку і не адповедаў с ўчасным патрабаванням. Зараз для дзецей створаны комфортны і утульны ўмовы. До того ж, ўх обяцаюць радаваць разностайными займальными гульнями і викторинами. Эта библиотека была очень маленькой, а щас она больше, просторней и красивей. Звертаюць на сябе увагу і оригінальны і творші декорации помешкання ў дома книги. Напрыклад, на стяне ў хронологічным парадку намаляваны книги беларуских письменников. От библии Франциска Скарыны до сушасных творов. Яшы один текалый экспонат – незвычайный литературный годинник. На циферблате вместо цифр будут присутствовать книги, в названии которых присутствует определенная цифра. Например, вместо цифры три – три товарища, двенадцать, двенадцать стульев, ну и так далее, и так далее. Единственная загвоздка – механизм прибудет немножко позднее. Это будут стрелки более полуметра, большие, тяжелые. Механизма нету в Беларуси, он едет к нам из-за границы, но на день письменности он к нам доберется, и в день письменности часы дают свой старт. Традицейно свято письменство проводится у городах, центрах беларуской осветы. Рогачёв безумовно относится до таких. И со з'явлением дома книги тут будуть протягнуты славные традиции, закладенные шмат годов тому. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокампания «Гомель» из Рогачёва. До речи про программу «Святкование дня беларуского письменства» у Рогачёве и про иншие значные падеи у культурным життям региона, сегодня пойдет размова в программе «Деалог». Госте из студии станет начальник Головного управления идеологичной работы культуры по справах молодцы Аблаканкама Ирина Даугала. Глядите программу «Деалогу» промым эфиры на телеканале «Беларусь-3 сёня» у 19.01.20 хвилин. Нумер телефона у студии – 77.68.45. Вогуля культурная життё в области у вересни будзе довольно насычным. Агрогородок Ляскавич и Петриковского района рыхтуется до проведения еще одной буйной падеи – шатвертого фестивалю этнокультурных традиций «Клич Палесе». Сё лето его проведение призначено на 24 вересня. У Ахрахратку пабывал Олег Синсироу. Идея проведения фестивалю этнографичных традиций «Клич Палесе» належит администрации Национального парка Припятске инициатива знайшла водку, причем не только у органах Улады. Кали у дейниками першого фестивалю в 2010-м были каля 6 тысяч человек, то в 2014-м у Траябочк. По великим рахунку фестивалю у Ляскавича – это не только свечения великой поваги до традиционной культуры беларусов, але и мкнение заховать спадщину Палесе во усеуе некранутости и шматгранности. Впервые пройдет такой конкурс-фестиваль «Перезвон талантов». Наши маленькие юные ремесленники покажут свои, как говорится, изделия, также прикладное творчество будет. Ну, цель такая – сохранение народных промысел, традиций. У программу «Сеулитника фестивалю» у Воголя унесли значные коллективы, як и попередние, он застанется международным. Свой удел подтвердили уже коллективы из России, Украины, Порщи и Молдовы, але будя больше тематичным, у Год культуры больше уваги меркуется надать миновица популяризации традиций и культуры полешуков. Будет предложена одна большая полешская деревня. В этой полешской деревне будет несколько названий улиц. И каждая улица будет носить какое-то определенное название, обряд, праздник, то есть, например, улица Кермашная, улица Спасская, Ледожинная, Хрэзьбинная, Весельная. Все эти подворья имеют свою концепцию. Сегодня у агрогородка Лясковича постоянно проживают около 800 человек. Почас фестивалю, колькость у денег у перевысить колькость местного населения больше около 20 разов. Организаторы до такой массовости готовы. Урештая одна задач фестивалю – развитие туризма. Але не утоивают. Каб не было соромно, необходно провести значную подрихтовщую работу. На территории постоянно проводятся работы по благоустройству, работаем с населением. Но в этот момент особенный мы должны с каждым встретиться и принять такое решение, чтобы, как и любая хозяйка ждет гостей, мы должны навести парадок в каждом подворье. Наши люди к этому, я думаю, всегда готовы. Бодая самый неприемный сюрприз, организаторам фестивалю Клич-Полесья принесла на дворье. Вельми притяглая спякота привела до того, что уровень воды в Лясковском канале значно знизился, что поставило под погрозу идею об организации экскурсии на парусниках. У остальных неких проблем тут не бачить. Запрошения на свято на кированы, места для подборков вызначены. И навык начались некоторые работы по установцу побудов. Четвертый международный фестиваль этнокультурных традиций Клич-Полесья обещает быть текавым и познавальным. Таким чином, 24-го вересня, агрогородок Ляскович снова станет центром полезской культуры. Чекается, что у День Камы Свята будут не меньше 20 тысяч человек. У этот день старый Бабулин Куфр, який уже привезен на территорию одного из будущих подворков, урежьте, отклее усе свои тайны. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель», Петраковский район. Я в спорте. Гандбол вертается на спортивные арены Беларуси. Уже в ближайшую суботу стартует первый этап 25-го чемпионата Украины сирот жаночных команд. «Гомель» почне с выездной гульни супрать городничанки. Мужчины уступят у боротьбу за узнагороды чемпионату 10-го вересня. Дарыча, гомельские гандболисты завершили программу межсезонных спарингов международным турнирам. А крымя господаров, гандболистов «Гомеля» у делу турниры приняли дублирующий состав Брестского гандбольного клуба, проставник чемпионату Молдовы, тираспольский ПДУ «ЗДЮШАР» и украинский клуб «ЗНТУЗАС». Тры матчи за три дни. Добрый способ проверить узровень як физичной, так и тактичной подрихтовки команды. По словах галовного тренера «Гомеля» Сергея Цыганкова, гандболисты знаходят самалю оптимальной форме. А усе недохопы у «Гульни» еще можно выправить до старту чемпионату. Некоторые кадровые проблемы дозволили дать больше гульнявого часу резервистам, хоть основная увага ведучим гандболистам. У нас небольшая игровая практика, поэтому приходится каждую игру по максимуму использовать основных игроков, чтобы дать им войти в игровой ритм, а потом уже вторым составом. «Гомель» стартовал с поражения от «ЗНТУ». Подвела реализация «Момантов». На наступный день господары реабилитовались обыграуши ПДУ. Звершился мини-турнир для гомельчан на мажорной ноте перемогой над БГК-2. У вынику первое место досталось украинцам. Далее разместились «Гомель» и БГК-2. Замкнула квартет команда ПДУ. ГЭТ, а так само иншие новины, вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працювала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин